Да, именно про русский, а может быть и не только русский мат, сегодня пойдет речь. Для этого я пригласила в студию Комсомольской правды директора Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, кандидата филологических наук Игоря Исаева. Игорь Игоревич, здрасте, добро пожаловать. Я очень рад встрече, стартует. Взаимно, да. Давайте стартовать. Сначала такой общий вопрос. Вы встречали людей, которые матом не ругаются? Да, он перед вами. Вообще ни разу. Ну, нет, не вообще ни разу. Я скажу так, есть все-таки разные вещи. Одно дело, когда мы с вами буквально ругаемся, другое дело, когда это похоже на равиоли с сыром. Я вас очень хорошо понимаю, да. Иногда мат действительно отвратителен, а иногда заслушаешься. Вы об этом ведь? Да, когда мы с вами идем по улице и видим подростков, вышедших из школы с цветными рюкзачечками, со светоотражателями, они идут, они просто не хотят, пока не хотят говорить по-другому. И то, что мы с вами слышим, это отвратительно, потому что подросток 12-13 лет в коллективе юных дам, 12-13 лет... Которые это на самом деле оценивают. Да, да, да. Да, он вес приобретает. Это плохо. Согласна. Или это также плохо, когда вы слышите от пьяных мужиков на улице. И есть вторая часть. А да, кто вот во второй части? А во второй части Пушкин, во второй части Маяковский. И во второй части, пусть это не скромно, ваш слуга, потому что если я понимаю, что сказать иначе нельзя, я это не скажу громко, я это скажу собеседнику тет на тет, тет на тет. И почти в ухо скажу, что это вот так. Так, а вообще существуют ли на планете люди, ну давайте наши люди, да, говорящие с нами на одном языке, которые не знают, что такое мат? Я встречал одного такого человека, который действительно не знал, что такое мат, и я женился на этом человеке. Второй человек, который мне был встречен, мной был встречен в экспедиции, в диалектологической экспедиции, это одна из студентов, которая стала это записывать как диалектную лексику и потом нам пересказывать. Такой ангел благожелательный, выдающий, изрыгающий, чудовищные проклятия. Не понимающий этого, да, насколько я представила? Она не понимала, что она говорит. Да, я знал таких людей. Правду говорят, что во всем татары виноваты, да? Ну, может быть, не во всем. Сейчас видите, какая информационная политика возражает татары против того, чтобы они были во всем виноваты. Я бы тоже отстаивала. Да, 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 это мы с вами говорим про текущие события, хроника текущих событий. А вообще нет, конечно, это не имеет никакого отношения. Более того, даже не удается как-то найти параллели, откуда это взялась легенда. Это такая легенда в Кубе, что вот эти слова связаны как-то с татарами. Они все имеют исключительно славянское происхождение, все корни известны всем славянам, и они вообще индоевропейские, то есть глубже они известны и многим языком, потенциально более дальним родственникам нашим. А татары, ну, разве что они могли использовать существовавший на Руси мат для того, чтобы усугубить что-то. Они могли использовать его просто особо. Вот у меня в связи с этим как раз следующий вопрос. Все эти бранные слова обозначали то, что обозначают сегодня, с самого начала и считались бранными, потому что у меня как раз была однажды передача данных про секс в Древней Руси. И, естественно, мы затрагивали с историком тему обрядов, плодородия земли, и вот как раз оттуда я узнал, тогда я узнала, что есть что, как ваша-то студентка. Но, получается, тогда слова эти не считались бранными? Ну, вот сказать, что они значили то же самое, с одной стороны, да, потому что они все связаны с репродуктивной сферой. Ну, почти все, кроме там слов, обозначающих там неудачника, чудака на букву «мэ», как говорят. Даже такой, мой мозг старается сейчас в усиленном режиме тут же вспоминать. Я буду подсказывать. Подтягивать эти слова. Но это тоже связано с репродуктивной сферой. Вот. И все они значили только процесс генерации человека человеком. И изначально, конечно, они не были никакими бранными. Они обозначали ту часть жизни, которую они обозначают и сейчас, формально отсылая нас к биологической сфере. Но у них не было ореолом бранности, ну, потому что они не были запрещены. Почему они были запрещены? Это предмет отдельного разговора. Мы до него дойдем, я полагаю. А тогда они не были запрещены. Я хочу как-то пофантазировать. Получается, это временное язычество, дохристианская Русь, да? Обряды и так далее, и так далее. И вот эти слова, они использовались только во время обрядов или в повседневной жизни тоже? Или вам это ученым неизвестно? Нет, это известно. Как только появились памятники письменности, это стало понятно. Этими словами награждали, например, протопоп Аввакум в житии своем на букву «Б» называет тех, кто его обижает. И мужчин и женщин. Но обратите внимание, это уже христианская эпоха, это протопоп Аввакум. Он называет тех, кто его обижает. Да, то есть это просто ругательство. Прежде они использовались для обозначения определенных процессов, но уже в эпоху письменности она, как вы понимаете, связана с христианством. То есть у нас в письменности до принятия христианства необходимости такой не было. Поэтому вот всё, что мы знаем, это появление. Есть относительные хронологии, когда мы отматываем назад, сравнивая близкородственные языки, понимаем, что это было до письменности. Понимаете, Игорь Игоревич, я не могу никак представить себе, вот как я подхожу, ну вот я в дохристианской Руси живущая, подхожу к своему ребёнку, и этими словами обозначают то, что ему нужно сделать. Как-то вот... Ну а у вас нет вариантов. И вы не понимаете сейчас это потому, что на телесность наложен запрет. Вот да, табуированность мне мешает, да? Да, да, только это. Ничто не мешает сказать, почему мы заменяем все эти слова детскими пись-пись-пись, а-а-а и прочее. Ровно потому, что нельзя назвать прямым текстом. Мне вообще очень не хватает в русском языке обозначений этого рода, потому что и в сексуальном развитии наших детей, да и в сексуальной жизни взрослых это прям большая проблема. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора, хотя хотелось бы. Давайте тогда перейдём к моменту, когда слова стали запретными, и вот стали называться именно мат, да? Мат. Что это за слово мат? Ну, это выражаться по матушке. А-а-а. Вот, и как только мы с вами вспоминаем мать в этих бранных грязных ругательствах, которые говорят о том, что я старше тебя, и мать упоминается здесь как объект действия, конечно же, это оскорбление, дескать, я имел отношение с твоей матерью, поэтому я... Знаю больше и лучше. Да, я ведущий, я старший, я самец. Ой. Хорошо. В какой момент они стали запретными? Как только появляется идея табу на тело, как только появляется идея умерщивления плоти, выращивания духа, это главнейшая идея христианства, отсюда и наши плоскостные, бестелесые изображения в церквях, плоские иконы, минимальная телесность, византийская традиция таких симметричных лиц изначальная, вот, всё это связано с запретом на телесность, с выращиванием силы духа. Отсюда пост, который не как диета, а смирение духа. И тут уже возникает вопрос, связывающий, ведь не только запрет на мат был, запрет был на яркие проявления эмоций, вот, и всё это требовало смирения и, соответственно... На ту же сексуальность, о которой я упомянула. Да, соблюдение установленного порядка, в который никак не входило, проявление биологических желаний публично и выражение их лексически. Я-то тогда не понимаю, как же христианство всё-таки укоренилось на нашей земле, если жилось так привольно, беззапретно человеку. Получается, я сейчас никого не хочу обидеть, сразу сноску делаю, но получается, лучше человеку жилось. А тут его ограничили со всех сторон. Вериги на него навесили и в прямом, и в переносном смысле. Вериги на него навесили, но человек же такой же вот не очень специальный, он нуждается в навешивании в рик. Как здорово вы это сказали. Да, мы любим свои клетки, это правда. Мы их строим сами, охотно. И если их открыть, то мы не знаем, что делать. Да, это будет заблуждение. И помните замечательный фрагмент из фильма ДМВ, ДМБ, где прапорщик, сидящий в бочке, изрекал всяческие мудрости, связанные с военным уставом. Вот, это классический представитель того, как нужно создавать себе клетку и думать об этом как о святом деянии. Давайте поговорим о том, ну, по крайней мере, на чём говорить, а в следующей части передачи данных продолжим. Как боролись с матом? То есть вот так взять и изъять из моего лексикона какое-то слово, я не представляю себе этого возможным. Представляете? Представляете, вы не имеете права этого сказать на улице, потому что существует закон о русском языке и административное правонарушение. Ну, вы же знаете, что я говорю эти слова на улице, и единственное, что меня сдерживает, это присутствие моего 7-летнего ребёнка. А так я ругаюсь матом, я об этом честно говорю, но в эфире не ругаюсь. Ну, вы ругаетесь прям? Вы хотите кого-то оскорбить? Вы как тот пьяный мужчина на улице или как те подростки? Нет, я отношусь ко второй части, и это не моё мнение, а мнение окружающих. Я, конечно, не сыплю и не изрыгаю, но могу, не знаю, уместно ли сказать, изящно ввернуть. Мне нравится этот процесс, поймите меня правильно. Изящно ввернуть, очень можно сказать. Хотя сейчас, наверное, хейтер накинутся и скажут, что изящность и мат совершенно несовместимые понятия. Ну вот мы живём так, есть запрет. Запрет связан с тем, что в школе говорят нельзя, в словари не включают, не показывают. Есть издание специальное для лингвистов, где в этимологическом словаре есть мат. Но вы не имеете права это сделать, потому что вас осуждает общество. И прежде всего, те, кто сами прекрасно знают мат и борцы за чистоту русского языка, как правило, совпадающие люди. И они будут говорить ровно потому, что есть установка. Нельзя, и они же будут вашими судьями. Так что нельзя ровно поэтому. И попытались запретить. Ну, пытались же, ну сколько. И в школе нельзя, и везде нельзя. Тысячу лет нельзя. Любой забор в вашем распоряжении. А можно говорить матюки? Или это совсем как-то по-детски будет? Нет, это не по-детски, это вполне себе диалектное слово. Мне нравится почему-то оно. Матюк. Матюкаться. Да, да, матюк. И ещё, например, на юге России, в Белгородской области говорят козыряться. О, как интересно. Козырёк. В Белгородской? Я курянка, я такого не слышала. Но о диалектах обязательно поговорим. Я всегда выбираю, знаете, как там, в языке слова, которые, ну, милы моему слуху. Я такой фонетический копошитель. Мне нравится созвучие и так далее. Почему я про матюк-то и сказала. И вот это как-то обозначается в вашей деятельности, в вашей науке? Такие вкусные слова, ну и проходные. Нет, это же всё объекты исследования. Это вкусовщина, вы мне скажете. Да, мы их не можем оценивать с точки зрения нравится, не нравится. Есть факты, которые оцениваются. И всё. Здесь нужно безэмоционально подходить, потому что это накладывает отпечаток на исследование тогда. Хорошо. Я не исследователь русского мата, я пользователь второй категории. Согласна, жму вам руку. Вторая категория. То есть это не первый сорт. Мы продолжим вот беседу, на которой мы остановились, почему он не исчез. Правильно ли я поняла вас? Потому что его запрещали. А всё запретное, оно не исчезаемо. Неисчезабельно. Мне нравится вот это, да? Всё это так. Попытка запретить то, что имеет культурную и историческую ценность, то, что давно существует, вызывает всегда желание это сделать священным, сакрализовать. Ух ты. И именно поэтому всё запретное для детей, тема рождения детей и зачатия детей, сакрально, потому что родители не говорят про это. Они только с друзьями говорят, от этого ещё интересней. Это тема бранной лексики. Она запретна, но на каждом столбе и заборе вы можете прочесть ту или иную, так сказать, тематическую группу. И вы получаете в своё распоряжение запретные вещи. Также было с литературой. Нам её не разрешали читать. Мы её читали в самоиздате. Это правда. А про видоизменения и замены мату. Вот эти пипец, песец, капец. Я же сейчас не ругаюсь. Блин, да. Это какое-то подполье, что ли? Или он вот так разрастается и деформируется с веками? Это маска. Это маска. Мы все с вами носим маски по разным поводам. Здесь, желая употребить бранное слово, мы с вами надеваем лексическую маску, заменяя слово либо созвучное. Пипец, очевидно созвучное, с копцом. И капец тоже. Вот. Блин. И другое слово, которое она заменяет, известное. А какой-нибудь там хрен, связанный с растением, очевидно. Визуализирует, да? Да, да, да. Ну, было проще. Была буква, которая называлась «хер». Тогда мы использовали, например, что-то зачеркнуть, нарисовать букву «хер», похерить. Но это не имеет никакого отношения к мату. Но все очень логично. Мне просто жаль, что на сегодняшний день наши дети сперва изучают, ну, вернее, постигают слово «блин», узнают слово «блин» как ругательное и вставляют его в свою речь. А потом уже как... Вы уверены, что «блин» ругательное для них? Я думаю, что они его не замечают. Я не знаю, мой ребенок сейчас через слово вставляет «ё-моё». Я не понимаю, откуда это взялось. Возможно, скорее всего, от нас, и мы этого не замечаем. Но я не знаю, как он это воспринимает. Но он так смакует это, что я понимаю, что запретить это невозможно. Я просто не комментирую. Тут я ждал от вас. Я не понимаю, откуда это «ё-моё взялось». «Блин, нафиг!» Да? Вот они врубаются в то, что они ругаются? Сать, тяжечко. Скорее всего, нет, но это подражение взрослой игре. Понятно же, что за этим «ё-моё» не стоит слово определенного лексического какого-то семантика. В этом есть какое-то заполнение. Посыл, да. Они анализируют, что тут есть какой-то вектор. Поэтому смакуют, конечно. Слушайте, ну вот про восприятие. Вот сегодня у культурного человека будет некий шок, если он, конечно, не пришёл на такое же культурное мероприятие, как концерт, допустим, Ленинграда или какой-то другой аналогичной группировки. А вот раньше как воспринимали? Великий поэт, писатель написал что-то с матом? И что, народ? Как реагировал? Воздух чипчики бросали? Или восприятие было таким же, как и сегодня? В списках, в рукописях. Никакой цензор не пропустил бы. Вы что? Поэтому именно в этом и смысл. Почему есть сомнения в пушкинской гаврилляде? Почему есть сомнения, что это пушкинский текст? Ну, потому что он не был опубликован. Рукописные вещи, это такая, требует отдельного изучения. И да, это не уходит, цензор не пустит. Это мы с вами сейчас можем обсуждать эту тему. А в былое время нам сказали, что мы с вами, молодёжь, развращаем. Это для хитров. Да, а мы так и делаем, мы развращаем. И я в этом как-то плохого не вижу, вот именно в этом ключе развращения. Было бы другое развращение, видела бы. Мат ещё изменяется с течением времени? Да нет, в общем, набор корней, которые мы с вами пользуем для этих целей, примерно одинаковый. Словообразование русское, в общем, одинаково устроено. То есть там приставочно-суффиксальные какие-нибудь модели с каким-нибудь корнем. Вот, там есть, например, название грубое мужской части тела, а вот название восхитительного чего-нибудь, оно вроде бы связано корнем с этим, но у него есть приставка «о» и постфикс «енна». Вот, то есть, ну, в общем, словообразовательная модель-то, она какая-то такая стройная. Очень любопытно, да, что одно и то же может обозначать что-то... Оно уже не одно и то же. Нет, подождите. Вот мужской детородный орган, да, им мы можем называть и что-то хорошее, и что-то плохое, и с восторгом... Говорить себе «ничего себе». Да. И что-то я даже смущаюсь. Вот почему мы... Это, как говорят, о нашей убогости или наоборот, о нашем многообразии с точки зрения, не знаю, чувств, восприятия, мироощущения? Я полагаю, что это никакая не особость, это такая же игра. Это классический случай игры. Вот есть у лингвистов игра, которая называется «почему не говорят так?», «почему не говорят лошадь тютчего?», потому что говорят «конь фета». Конь фета. Вот старое московское произношение, да. Такая игра, не связанная с семантикой, со смыслом слова, а связанная с условным таким его расчленением, смешным просто. Вот. Я думаю, что и здесь вот это словообразование, такое вот очень коленное словообразование, которое говорит «слушайте, вот у меня есть знакомый, который так выворачивает, все это умеет». Ну, скорее всего, это такая некоторая игра. Ну, опять же, мы с вами должны вернуться к нормативному аспекту здесь. Есть нормативные области даже для мата, что в каком-то определенном коллективе можно ругаться только так. В армии. К тому и веду. Я замужем за военным. И я все время удивлялась, почему он дома не ругается или в конце каждой фразы не делает такую добавочку на «х». Да? Спрашивала, спрашивала, все, отшучивался, еще на стадии букетно-конфетном, что они в армии на нем разговаривают, мол, ну, не гоже так. Я не доверяла, а потом случайно услышала. И действительно, это такая многоэтажность, что нам, людям из шоу-бизнеса, знаете, еще учиться и учиться. А потом тут же вспоминаю анекдот, что мат, он настолько емкий, что гораздо проще отдать вот эти приказы, да, и все все понимают. Тем более, что они нормативные и известные, эти приказы. Не очень поняла сейчас, что вы имеете в виду. Ну, есть список приказов, которые отдаются в разных ситуациях. Да, на поле боя вот эти анекдоты, что возьми вон ту Йовину за его и воину и вот так далее. Вот это анекдот, что немец никогда не понял бы то, что наш красный командир сейчас приказал. Ну, это возможно в ситуации, когда известно, что брать и куда совать. В противном случае не сработает. Это возможно только в ситуации, когда... Когда люди очень здорово понимают друг друга и все свои. Тогда это выглядит как коммуникация. На самом деле нет, это некоторая тоже подделка под коммуникацию. Чем она вызвана? Там, эмоции, там, страсть, напряжение нервное. Да, это все разные вещи. А зачем тогда феня появилась? Мало мата было, что ли? Так это же часть составная. Феня нужна для того, чтобы скрыть свои реальные посылы. Намерения, да? Ну, изначально, как будто бы, есть работы, связанные с этим. Это язык шорников-коробейников, которые носили товар, продавали. И они должны были скрыть происхождение товара, его там реальную стоимость, цену. Ну, если это не были обменные отношения. И таким образом использовался специальный язык, который потом стал блатной феней и стал социально замкнутый, обслуживает социально замкнутую группу. А мат просто входит туда как часть, тут нет никакого противопоставления. А мы впереди планеты всей по поводу мата? Ну, я имею в виду языки. Вы знаете, я вот специально про эту часть не читал исследования, но спрашивал у знакомых, которые знают хорошо другие языки. Ну, как будто бы да. Как будто бы такое словообразовательное богатство, но оно еще связано с возможностями словообразования русского. Словообразование все-таки у нас... В английском победнее, например, будет? Ну, да, у нас есть приставочные разные самые возможности сочетания. У нас просто богатый аффиксальный, то есть приставочно-суффиксальный способ образования, или просто приставочный, или просто аффиксальный, суффиксальный. Вот. Это дает просто возможность прилеплять к этим корням самые разные вещи. А вот эти приставки и суффикс, они уже имеют самостоятельное значение, которые дают вот такой вот букет взрыв. Ну, хотелось бы так думать, что всё дело в богатстве языка. Друзья мои, расстаюсь с вами, правда, ненадолго, всего лишь на неделю. Мне кажется, очень так ёмко поговорили. Выбор за вами, ругаться или нет, главное, делать это изящно, несмотря на то, что это малосопоставимые вещи. Спасибо, мы говорим сегодня директору Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, кандидату филологических наук Игорю Исаеву Игоревичу. Спасибо.